Привет, друзья! Я Григорий Герман. Минус еще одна военная осень, плюс еще одна военная зима. Минус десятки тысяч рашистов, сдохнувших за своего недофюрера и за подачку в сотню тысяч рублей под Авдеевкой, сдохших и на левом берегу Днепра, на Токмакском и Углидарском, Купянском направлении. Плюс высеченные на мемориалах имена наших героев, которые отдали свои жизни за свободу и независимость нашей страны. На самом деле за свободу и независимость за жизнь наших детей и внуков. За нашу свободу и нашу жизнь. Минус несколько рашистских военно-морских лайб, плюс освобожденные километры украинской земли. 50 квадратных километров за октябрь. Но все равно это наша земля, и все равно плюс. Снижение температуры не привело к снижению градуса столкновений по всей линии фронта. Мы входим в эту зиму 23-24 года в каком-то таком странном подвешенном состоянии зависших решений и ожиданий. Как написал украинский блогер Роман Шрайк, мы живем в каком-то долбанном безвремени. Год назад в это же время мы старались обжить заново загаженный рашистами и очищенный украинцами Херсон, и уже привыкли к ракетным обстрелам энергетической инфраструктуры. Считая ракеты, взлетевшие борта стратегической авиации, аплодируя ПВО и энергетикам, которые делали все, чтобы небо Украины было чище, а земля светлее. Рашисты в это же время ныли, а весь мир аплодировал силам обороны Украины, отбросившим Орду с половины оккупированных территорий. В этом году мы выгрызаем украинскую землю сотнями метров и укладываем в нее затоносные отребья тысячами в день. Но за ними встают новые зомбаки. Мы ждем, когда утрясутся межпартийные дрязги у наших партнеров, а рашисты такие выдохнули после сложного украинского наступления на юге и снова распустили свои петушиные хвосты. Ровно как тогда, весной 22-го года. Впереди времена не менее сложные, чем первые полтора года войны. С каким настроением мы смотрим в ближайшее будущее? И что там можем увидеть, несмотря на вот это зависшее время и зависшее решение? Что может происходить на фронте этой зимой и весной? Смогут ли наши партнеры помогать нам, как и раньше? Где-то там посередине этого периода россиян погонят на избирательные участки, чтобы с водкой, чечеткой и селедкой они проголосовали за любимого фюрера. Как это повлияет на мир и войну? Прогноз на ближайшие 6 месяцев вместе с Ильей Пономаревым и Тарасом Загородним. Оставайтесь, будет интересно. Итак, следующие полгода, следующие 6 месяцев. Что ожидает Украину, что Украина должна сделать, что Украина может сделать, что ожидает Россия, а также что ожидает весь мир. Глобальный взгляд у нас с вами футурологический. Начнем с фронта. Что в течение ближайших 6 месяцев нас ожидает на фронте? Ну, смотрите, судя по тому, что мы видим, россияне пытаются получить хоть какую-то локальную победу, которую Путин в том числе может продать своему населению. Сначала у них такой локальной победой, таким Сталинградом был Бахмут. Теперь, судя по всему, речь идет об Авдеевке. Судя по тому, что по старой русской традиции они не считаются жертвами и пытаются ее все-таки взять. Посмотрим, получится или нет, это пока еще открытый вопрос, но пытаться точно будут. Многие сейчас говорят о том, что ближайшие, как минимум, 3 месяца до бюрократической процедуры по выборам, по назначению президента в очередной раз, Россия будет очень и очень активничать на разных частях фронта с целью получить хоть какую-то победу, которую Путин сможет поднять на штандарт. Ты согласен с этим или нет? Ну, смотри, здесь ситуация 50 на 50. Нет, просто реально у него есть 2 возможных стратегии, которые, с моей точки зрения, практически равны вероятным. Ну, может быть, я бы сказал, я бы дал 60 на 40 в пользу другой стратегии. То есть, я больше ожидаю того, что он будет по-прежнему бомбить гражданскую инфраструктуру изнашивая украинцев для того, чтобы довести ситуацию до мирных переговоров. Потому что я думаю, что в ходе избирательной кампании в России он будет делать все возможное, чтобы про войну говорить поменьше. Именно поскольку нет каких-то успехов. Плюс для того, чтобы нужны были успехи, нужна мобилизация дополнительная. Это все плохо. Поэтому я думаю, что он сосредоточится на том, что он как был, так и остается гарантом стабильности, безопасности. В мире все бурлит и так далее. А вот, значит, в России все тихо и спокойно. Там бедненько, но чистенько. И, значит, как бы вот как-то мы идем вперед. И поэтому не меняйте коня на переправе. Я думаю, что основной упор будет направлен именно в это. А бомбардировки, чтобы украинцы сами устали и, значит, дали возможность президенту Зеленскому пойти на переговоры. Вот это, я думаю, что основной вариант стратегии. По поводу помощи Западу. Да, опять же таки, если смотреть на фронт и если смотреть на ближайшие полгода. Ожидает ли нас какой-то прорыв по поставкам западной техники, по поставкам боеприпасов именно в течение полугода? Это же, по идее, должна быть подготовка к весне, да? То есть, вот можем ли мы получить что-то, чего не получали? Или там новое количество, новые какие-то компоненты? У меня, к сожалению, плохие новости. Больше не будет. Дай бог, чтобы остались эти объемы. Из плюсов это, ну, большая вероятность. И скажу почему. Из плюсов это, конечно, авиация, которую мы долго ждали. Судя по сообщениям, тренировки уже, ну, чуть ли не на финальной стадии. И, возможно, самолеты раньше появятся, чем обещали. Потому что раньше обещали весной, а теперь обещают уже зимой. Это большой плюс. Но мы должны понимать следующее. Ресурсов. Вот смотрите, после появления дополнительных точек напряжения в виде Израиля, например, все-таки перераспределение ресурса идет туда. Не исключено, что появится третья точка. Это Южная Корея. Не исключено, что появится еще одна точка. Филиппины. И я вам скажу, почему обратили внимание, что после встречи с Си Цзиньпинем Джо Байдена Пентагон сделал заявление о том, что они, Филиппины, тоже будут защищать, как Тайвань. Это как раз показывает на то, что Китай рассматривал все-таки Филиппины, такую точку, где можно тоже организовать что-нибудь плохое. Либо гибридный захват, например, Филиппин. Потому что если сейчас начинать воевать за Тайвань, это точно война США. А вот если Северная Корея начинает воевать против Южной Кореи, это не война США, это дополнительная точка напряжения для США. Они должны теперь и туда уже ресурс вкладывать. Филиппины, туда ресурс вкладывать. То есть мы должны понимать, что в этой связи дай бог, чтобы эта помощь оставалась на таком уровне, который есть. Касаемо новшеств, которые говорил Залужный, я думаю, что новшеств они, к сожалению, не смогут предоставить. Я стою сторонником того, что оружие, которое даст возможность бить по территории Российской Федерации, Украине не дадут. Это мы должны исходить, что его не будет. Вопрос, что делать. А Украина должна уже на свои силы рассчитывать. Весь ресурс должен быть в ИПК, вовлечен максимально, который только возможно. Производить собственное вооружение, новинки делать, даже те, которых на Западе нет. Мы можем это делать и должны делать, потому что у нас самое гибкое должно быть производство. Ракеты, танки, все, что только возможно, мы должны производить в Украине. Ресурсы для этого есть. Внутреннее производство, оружие, новое, которого еще нет. Финансировать разработки. Возможно, то, что еще не существует, должно быть сделано в Украине. Дальше в Украине нужен аналог ДАРПа. Кто не знает, это такое агентство перспективных исследований, как в Соединенных Штатах Америки. То есть государство финансирует военные исследования. Вот нам нужно, вот то, что говорит Залужина, прорывные технологии, которых сейчас нет, для того, чтобы они были созданы. Все это требует достаточно больших финансов. И следующий кластер по поводу полугода, который я бы хотел с вами обсудить, это кластер международной помощи финансовой, не поставки боеприпасов и боевой военной техники, а именно финансы на поддержание украинской экономии. Международная помощь от Соединенных Штатов и от Европы. Как, по-твоему, какова будет динамика там? Ну, я думаю, что в Штатах, по крайней мере, до начала следующего года будет пауза. Потому что эти баталии будут продолжаться, ну и в целом эти баталии будут продолжаться и дальше, да, к сожалению. Я не вижу ничего, чтобы эту ситуацию каким-то образом изменило, потому что выборы, и там даже вот с точки зрения наших этих интересов по поставкам, тут даже более важны не выборы президента, а здесь более важны, ну, следующие выборы в Конгресс, да, которые приходят каждые два года, как раз, соответственно, 24-й год, это год выборный, а это означает, что там республиканцы в своих округах, там им надо проходить праймарис, они будут объективно сдвигаться в более радикальную, а в данном случае это означает антиукраинскую, соответственно, сторону. И тут бы, ну, если бы у нас было бы сильное лобби в Америке организованное, то можно было бы поиграть в контр, там, пиар-игру, вот, и помочь тем республиканским кандидатам в проблемных округах, где у них есть вот конкуренты, там, антиукраинские нормальные, у нормальных республиканцев. Но я на данный момент не вижу, значит, какого-то и понимания, и наличия какой-то инфраструктуры в этом смысле, да, то есть денег на это надо потратить, да, то есть вот я как бы этого особенно сильно не вижу, поэтому я думаю, что, скорее всего, это пройдет более-менее инновационным способом без нас, вот, а это означает, что проблемы с республиканской половиной Конгресса будут не уменьшаться, а возрастать. Но, тем не менее, поскольку администрация твердо стоит на позиции связывания украинского вопроса и израильского вопроса, а как раз вот эти вот самые радикальные республиканцы, они произраильские, поэтому я думаю, что рано или поздно это все-таки пройдет. Может быть, возникнет какой-то компромисс по цифрам, но в целом, значит, это пройдет. В Евросоюзе мы не контролируем выборы. Смотрите, как там пошли сейчас разные партии правые проходить, да, вот недавно в Нидерландах. Почему? Потому что Кремль тоже не стоит на месте, и мы его тоже не контролируем. Они знают, что и внутри, вот, европейские партии некоторые поняли, что если ты будешь выступать против помощи Украине, ты и деньги получишь от Кремля, и 15-20% спокойно получишь. Я вам скажу, что это не первое то, что в Голландии пойдет. Я вам скажу, пойдут сейчас в других странах, в Румынии там такая же ситуация есть и так далее. Мы должны, опять же, понимать, что в Европе тоже могут возникнуть проблемы. Дальше. Мы контролируем Орбана. Не контролируем Орбана, да, никак мы его не проконтролируем, да. Вот, поэтому мы должны понимать, что он будет свою политику вести. Более того, у меня вообще есть такое подозрение, что многие страны в ЕС недовольны тоже помощью Украине, но публично это сказать не могут по политическим причинам. Но у них есть Орбан, который говорит за всех. И это такая, знаете, плохой, хороший полицейский. То есть мы должны очень твердо и прагматично смотреть на мир, а не, знаете, вот ожидать, что кто-то за тебя что-то сделает. Это неправильная позиция. Когда ты будешь ожидать, да, а могут и не дать, а могут дать. Вот мы должны, вот почему. Поэтому, опять же, мы не должны прогнозировать, дадут, не дадут, да. Мы должны прогнозировать то, что мы можем сделать сами, а дальше дадут в течение полугода, отлично. Не дадут, но мы к этому уже были готовы. Это, знаете, есть такой принцип, который еще сформулировал римский император Марк Аврелий. Делай то, что нужно, а дальше будет, что будет. Ближайшие шесть месяцев в России. Тут, наверное, нужно разделить, да, на три месяца до выборов и три месяца после выборов. Да нет никаких выборов. Ну, окей, как мы их назовем, да, там, бюрократическая процедура, не знаю, да, ну вот хорошо. Продление полномочий, да. До бюрпроца и после бюрпроца, да, что будет происходить до процедуры и что будет происходить после. Ну, например, да, многие говорят о том, что мобилизации до не будет проводиться, будет проводиться, как и сейчас, а после выборов законодательство подготовлено, и вот как жарят, так и заберут всех, забреют вас солдат. Ну, я так скажу, что, на мой взгляд, мобилизация никогда не прекращалась. Да. И, соответственно, я не ожидаю никаких резких скачков в ее проведении и после выборов. То есть, еще раз скажу, что мое ощущение по всем признакам, которым я вижу, что Владимир Владимирович и транслирует это вот и элиты, и в Москве, и, кстати, и аппетитационные элиты, да, то есть, что американцы заставят Украину сесть за стол переговоров. Обязательно будут, значит, какое-то перемирие. И перемирие, это, естественно, даже если вот одно, там, максимально проукраинское по форме, но сам факт этого перемирия, это, безусловно, пропутинский, потому что это дает возможность ему внутри России сказать о том, что мы победили. То есть, мы прирастили земли, мы защитили прорусскоязычных, то есть, что хотели, то, типа, и добились. Потому что никто не знает, что мы хотели, то, соответственно, всегда это можно сказать. Но важно, что мы точно не проиграли. То есть, вот, потому что точно, значит, Россия там увеличилась, да, значит, мы не проиграли. Вот. И поэтому он будет к этому всячески двигаться, делать все возможное, чтобы это произошло. То есть, он не тот человек, который просто так будет брать на себя риски. Он будет там, скорее, придумывать дополнительные рычаги давления. Вот это вот да. То есть, он может, конечно, тут даже, скорее, не Украина, но он, скорее, может Запад пошантажировать, конкретно американцев, на том, что вот Байден тебе переизбираться, значит, тебе нужны какие-то результаты. А если там опять что-то полыхнет, значит, опять какая-то полная фигня, то тебе будут предъявлять перед твоим голосованием о том, что ты не справился. Вот. Ну, вот такого типа. Вот в этом плане это возможно. Но, опять, я не думаю, что он будет делать там шаги, которые бы рисковали опрокинуть ситуацию внутри страны. Объявят мобилизацию в течение полугода или не объявят? Всеобщую мобилизацию, которую они так пугают весь мир. Ну, я думаю, что до выборов это маловероятно. Да. Но они подготовили весь пакет законов для проведения мобилизации. Я не исключаю, что они увидели, что если они по 20 тысяч в месяц берут, что общество это прогладывает. Я думаю, что они могут увеличить, например, до 50 тысяч, да, посмотреть, до выборов Путина, для того, чтобы все-таки заваливать Украину трупами. Такая вероятность есть. И мы должны тоже к этому готовиться и тоже понимать, что для этого у нас, для этого времени должно быть все-таки больше железа сготовленного украинского производства. Потому что у нас ограниченный демографический ресурс. Мы четко должны это понимать. Мы призовем еще 100 тысяч, 200 тысяч, они миллион могут призвать. Могут и 2 миллиона призвать. Потому что население, в принципе, проглотило. Но пока, судя по тому, что он еще не сделал Путина, это значит, он считает, что это рисково. И поэтому до выборов президента, я думаю, что, ну, российского президента, я думаю, что высока вероятность, что они не сделают это. Что в пределах полугода может стать такой ситуацией, которая может и прокинуть страну? Во-вторых, ждешь ли ты каких-то качественных изменений за полгода в жизни россиян? Качественных нет. Ну, по-прежнему такое количественное, значит, снижение. Но тем более, что, опять-таки, Путин будет делать все возможное, чтобы перед выборами ничего такого бы не произошло. Вот они даже сейчас делают очень странные с точки зрения их интересов шаги по, например, укреплению курса рубля. Для того, чтобы выполнить тот бюджет, который они сверстали на этот год, им нужно, наоборот, рубль девальвировать. Чтобы было больше рублей в их распоряжении за те же самые доллары, которые они получают от продажи нефти и гад. Но для того, чтобы попиариться на выборах, то Путина укрепить. Значит, укрепить, это, наоборот, большая проблема. Как это будет связано, как они собираются даже социальные обязательства в этой ситуации все выполнить, мне не ясно. Но Путин же всегда живет как тактик. То есть, сейчас вот это нужно, мы это делаем. Потом разберемся со следующим. Горячие точки в мире. Что будет происходить там? Ближний Восток в ближайшие полгода получит ли свою развязку, то, что завязали Россия с Ираном и Китаем на Ближнем Востоке. И, вы сказали, Филиппины, да, еще могут быть, и Южная Корея. Что там может происходить в течение полугода? Ну, война может быть. Северная Корея вообще без проблем. Ну, атаковать, например, Южную Корею, да, поскольку там вообще контингент США находится. В Южной Корее, вот. Для Китая, у которого есть общая граница с КНДР, ну, это вообще была сладкая песня. Они бы снова растащили ресурсы США. А в Филиппинах может быть гибридная агрессия. Как они это до этого делали? Знаете, есть вот хорошая книга МакГрегор, бывший, есть в украинском переводе. МакГрегор писал, бывший советник стран. Он уже описывает, как Китай действует, например, в Южном море. Да. Насыпает острова, ставит там базу, объявляет это своей территорией, а вокруг этого объявляет это исключительно военное золото. Так они в Филиппинах уже забрали так пару островов. Ну, например, может какая-то гибридная, там, да, какие-то мирные, ну, в кавычках, мирные рыбаки начнут захватывать острова. Вроде бы агрессии нет, да? А вроде, ну, понятно, что это за рыбаки. А дальше Китай... А Китай будет действовать по схеме России. Он будет расшатывать, он будет расшатывать союзников уже в Азии. Показывая, ребята, смотрите, американцы ничего сделать не могут. Вы с кем связались? Как россияне хотели делать, и я уверен, еще попытаются сделать с НАТО. Я все-таки считаю, что вероятность какого-то там инцидента, например, в странах Балтии очень высок. Причем, даже скажу, в каких странах, это Эстония, в первую очередь, под ударом, и Латвия. С Литвой сложнее россиянам, потому что за Литву вступится Польша. У них есть общая граница, и поляки четко уже, я думаю, морально готовы к тому, что им придется все-таки вступаться за Польшу. Потому что Германия, Франция, это очень под большим вопросом. США, Британия очень далеко. В ближайшие полгода, по твоему мнению, какие задачи должна ставить перед собой Украина, для того, чтобы в 2024 году достичь того, чего мы ожидали, на самом деле, в 2023, но не получилось? Я думаю, что главное, что Украина должна сказать, во-первых, самой себе, это вот, что военная составляющая на войне – это не все. Да, и что задача свержения Путина, она не менее важная задача, чем задача прорыва Запорожского фронта. Да. И, может быть, даже более реальна. Вот. И Украина должна предложить всему миру концепцию не прекращения войны, как то, в чем надо давить на Россию, как концепцию послевоенного мира. Вот это вот то, что все хотят увидеть. Амель готов скиншить, кстати, вот по твоим ощущениям. Да. Вот сейчас точно говорят. Вот сейчас он просто активно хочет. Просто запрос есть активный. Потому что все западные политики боятся это сформулировать сами. Потому что они не хотят быть первопричиной эскалации. Потому что понятно, что никакое это послевоенное видение мира Путину не понравится. Поэтому если это выскажет Украина, то обсуждать то, что предложила Украина, и более того, делегировать Украине какое-то количество полномочий по реализации этого плана. Я думаю, что на это бы сейчас большим удовольствием пошли бы прежде всего американцы, во вторую очередь англичане, в третью очередь европейцы. Ну а вот тот блок стран, который находится непосредственно здесь, там Польша, страны Балтии, там Финляндия и так далее, просто были бы совместно с Украинами непосредственно бы операторами по реализации этого плана. Но план кто-то должен предложить, кроме нас этого никто не сделает. У вас нет ощущения, что после встречи в Сан-Франциско Си и Байден, ну в принципе, обозначили некие границы разделения мира, как в старые добрые времена, первые холодные войны. И все, что будет происходить, будет происходить именно вот на уровне, как это происходило во время первой холодной войны. Когда есть определенные точки, которые дразнятся, но при этом все стараются не переходить вот эту грань, за которой начинаются красные кнопки с двух сторон. Смотрите, я считаю это ошибочное мнение, я вам скажу почему. Потому что Китай сейчас, это не Советский Союз после 45-го года. Советский Союз после 45-го года, это фактическая остановленная мировая революция, которую Советский Союз пытался делать все 20 лет, который готовился. В ФК работало и так далее. Тогда задача Советского Союза, Советского руководства, это была мировая революция и включение в состав Советского Союза максимального количества республик. В Европе, в Африке, это идея, которая содержала в себе мировое господство. Так вот, Китай вынашивает идею мирового господства. Тем более, что Си Цзиньпин является последователем Мао Цзэдуна, в отличие от Дэн Сяопина. Они же этого и не скрывают. Они говорят, у них есть программа «Единая судьба человечества» и так далее. Они искренне считают, что западная система прогнила, у них лучшая система мировая. Они создали новую систему, которая еще вместе с IT-инструментами позволяет создавать новое сообщество. Где должен быть главным Китай? Они хотят быть первыми. Тут не вопрос разделения, они хотят быть первыми. Дальше. Есть идеология, причем она более универсальная. Вот, например, Советский Союз по идеологическим причинам не мог, например, сотрудничать с режимом Пеначена. Вот в Чили, который пришел к власти. А у Китая нет этих проблем. Они готовы хоть там с людоедами общаться, хоть с демократами общаться, с кем угодно. У них совершенно все по-другому. Дальше. Огромные ресурсы. Все-таки Советский Союз, да, был большой страной и экономическим этого, но тех высот, которые достиг Китай, это несопоставимо. Это просто несопоставимо то, что есть. Дальше. У Китая есть уже блок стран, сателлитов, которые готовы торпедировать мировую систему. Это Россия, это Иран, это КНДР и Сирия. По сути, мы видим повторение ситуации перед Первой мировой войной, когда создаются два более-менее равноценных блока, которые сопоставимы по-военному и экономическому демографическому потенциалу. Дальше. У Китая есть своя история реванша и ресентимента. У России ресентимент связан с тем, что они думают, что им развалили Советский Союз, они же хотят его восстановить, да. А у Китая ресентимент связанный с XIX веком. Объемные войны, когда британская и французская империя их рвали просто на части, это век у них унижений. Они хотят тоже получить необходимую сатисфакцию. Что должно происходить с Россией или план, как этого добиться? Ну, прежде всего, да, что должно произойти, что мы хотим добиться, да, там, какая вот цель, какая цель, да. Да, то есть наша вот идеальная картинка будущего, значит, и лучше всего, чтобы эти были сценарии, да, то есть вот такой сценарий идеальный, такой похуже, то есть такой приемлемый, да, то есть вот, соответственно, план А, план Б, план С. Ну, и, соответственно, дорожная карта по достижению каждого из этих сценариев, что от кого требуется, и дальше согласовывать как раз с союзниками ресурсы на этот самый план. Штатамент Украины от всех требует исключительно финансовой помощи и вооружения, что является инструментами. Люди все чаще начинают задавать вопросы, то есть вот там, значит, предоставляя это, чем это закончится, да, там, как мы отчитаемся перед своими избирателями вот этими результатами, да, то, что вы не проиграли, но вы можете еще не проиграть еще 10 лет, да, ну, то есть а нужно ли поддерживать агонию, хотим ли мы добиться какого-то результата от всего этого дела, вот что, то есть, так и говорят. Я, кстати, тут просто вот только что вернувшись из Штатов, там, с ценой умных людей говорил, у меня вот одна мысль меня глубоко поразила, потому что для нас являлось всегда общим местом говорить о том, что вот американцы говорят, что важно, чтобы Украина не проиграла, а не, значит, то, чтобы мы выиграли, вот, потому что они просто ссыкуны, там, боятся трусы, там, значит, и так далее, бросить вызов Путина. Я это уже осторожными, слушай. Ну, как я заоставлю, ну, просто так и больше. Вот. А вот есть мысль другая, да, то есть, что вот проиграть, это типа, значит, сказать, что мы все лохи, да, то есть, вот, значит, и поэтому проиграть, это как-то вот очень обидно, это легко объяснить рядовому американцу, что проиграть это не по-пацански, да, то есть, вот, значит, а вот выиграть, да, ему надо объяснять зачем, зачем мы вообще играли, вот, какой, что, в чем суть выигрыша-то, да, то есть, вот, стоит ли игра свечи, да, то есть, вот, выигрыш продать труднее, чем не проигрыш, то есть, вот, вот, вопрос чисто политический, да, и поэтому говорить о том, что, вот, не проиграть, это избегать вопроса, а в чем суть выигрыша. И вот надо, чтобы кто-то сказал, а в чем же это пристав, да, то есть, вот, выигрыш это для чего, да, то есть, зачем американцу победа над Россией, зачем европейцу победа над Россией, вот, не проигрыш, это вот, ну, просто мы сохраняем, значит, свое представление о себе, как о нормальных пацанах, да, вот, а вот выигрыш он нам зачем? Это тема для отдельного нашего с тобой разговора. Разговора. Я позволю себе добавить немного личных впечатлений, я абсолютно согласен с Тарасом, нам необходимо, украинцам, в течение следующего года создать все, что позволит нам вести войну до победы, даже в условиях, когда мы останемся либо с минимальной, либо вообще без помощи, не потому, что так обязательно произойдет. Я верю, что слишком многое поставлено на карту в этой войне западными демократиями, слишком многое с точки зрения философии глобальной безопасности зависит от результата этой войны. Ни у кого, кроме совсем уж упоротых отщепенцев, нет сомнения, что Украина стала частью западного мира, мира свободы личности и мира демократии. Мы доказали это, ответив на агрессию настоящей народной войной, войной за свободу. Теперь нам нужно будет доказать всем, а в первую очередь, наверное, себе самим, что мы можем быть не младшим, но равноценным партнером в этом западном мире. И на это понадобится намного больше времени, чем полгода. Ну а в течение шести месяцев, я уверен, что мы получим помощь и оружие, необходимое для того, чтобы выстоять и для того, чтобы даже победить в противостоянии с Орочей миром. Мне кажется, что как минимум до лета 2024 года Китай не нападет на Тайвань, а им не рыпнется в сторону Сеула. Россияне не свергнут Путлера, возмущенные продолжающейся войной элиты не устроят переворот и не выбросят морщинистую тушку в Москва-реку. В последнем пункте я буду очень рад ошибиться, но давайте вернемся к этой теме через полгода. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.